1773 год, ну во-первых, Бостонская чаепития, которая в декабре этого года была. Ну, в общем, в целом продолжается конфликт с американскими колониями, то есть с их лидирующими там всякими группами в этих колониях. А именно, британский парламент считает, что он может облагать колонии любыми налогами, а американцы считают, что не может, потому что у них нет представительства в британском парламенте. То есть по Конституции Британии налоги не могут накладываться без согласия народных представителей. Вот у них нет в американских колоний представителей в Лондоне, в британском парламенте. Поэтому они считают, что они сами должны про все налоги решать, а Британия так не считает. Это, в общем-то, принципиальный вопрос, на который всякие мелкие вопросы накладываются, например, чай. Чай вывозили из Китая и в Европе не делали. Он был достаточно популярен, и поскольку Британия проводила политику протекционизма, они запрещали, естественно, ввоз всех других стран. В основном Ост-Индская компания ввозила, и они также запретили Ост-Индской компании напрямую ввозить в Америку первоначально, а они ввозили в Англию. В Англии был налог 25%, потому что товар редкий, колониальный. В результате он был достаточно дорогой. А в Голландию ввозили без налога. В результате американцы жили в основном на контрабанде голландского чая. То есть даже если, допустим, в Голландию ввезти чай, потом голландцы контрабандой тащатся всеми издержками криминальными в Америку. Так вот, все равно дешевле получалось, потому что 25% налогов накладывала Великобритания. Но контроль за всякой контрабандой был очень слабый. Естественно, там огромное побережье, и по техническим причинам тогдашним никакого сплошного контроля за побережьем Англии не было. И они все просто этот контрабандный чай голландский пили там в Америке. А британский не покупали, типа дорого, почему обложили опять налогами и так далее. Но в общем эту ситуацию как-то разруливалась Рано Британии, потому что компании ей жаловались, что нет сбыта чая, вводили всякие новые пошлины. В целом они снижали таушенские пошлины в 67-м году ввели. Потом в 70-м году они пошлины в целом для Америки отменили, оставили только пошлину на чай. То есть получилось, что в принципе самое главное, вот это как раз чайная пошлина, почему против нее и протестовали. Что остальные в основном для Америки отменили. В 73-м году издали новый закон, по которому, ну в общем, долго там рассказывают механизм, но они в общем там так снизили и так перераспределили эти самые издержки, что облагаемый налогами британский чай, который в Америке бойкотировали, был дешевле, чем у контрабандистов. То есть они все-таки пытались этот чай сплавить в Америку, а там бойкотировали под этими самыми лозунгами свободы колонии, о том, что мы не будем принимать никаких налогов от Британии. Ну в общем, они его так все-таки сделали, что он был дешевый и надеялись, что тогда в Америке купят, что даже дешевле, чем контрабанда. В Америке все равно продолжали, значит, не покупать. Ну буквально там один цент была разница. То есть он до изменения пошлины был 3 шиллинга за фунт, чай британский. У контрабандистов было где-то 2 шиллинга и 1 цент за фунт. Потом, когда переиграли эти все пошлины, он стал 2 шиллинга за фунт. То есть стал дешевле контрабандистов немного. Значит, вот в сентябре и октябре 1773 года корабли этой самой Ост-Инской компании, они прибыли в колонии, 4 корабля в Бостон и по одному в Нью-Йорк, Филадельфию и Черстон. У них скопилось огромное количество чая на складах, потому что Америка бикотировала. Эти самые Сыны Свободы и все прочие организации местные, леволиберальные, они все равно сказали, что мы не будем покупать, потому что дело в принципе, а не в цене. Почему нас облагают налогами и все такое. Все вот это они продолжили. Надо сказать, что там порядочно было контрабандистов. Естественно, контрабандисты были еще больше не заинтересованы, что чай дешевле, чем у контрабандистов. Контрабандисты во всем этом деле участвовали в самых первых рядах. Что это тоже не было в их интересах, контрабандисты и так возили чай туда и наживались на этом. В Бостоне, где больше всего этих было самых сепаратистов, собрали огромный митинг. В принципе, во всех городах добились, что ушли корабли, но бостонский представитель, губернатор, представитель Англии, он с этими самыми сепаратистами ругался уже годами, он их жутко возненавидел и сказал, что нет, у нас все равно будем разгружать. Ну, они блокировали пор, стояли там митингом, не давали разгружать. Эти самые сыны свободы, лидер их был Сумуэл Адамс. Значит, они поставили там пикеты, 25 человек, чтобы следили, чтобы, если что, там всех собирать и не давать разгрузить. Там по законам давалось сколько-то дней, 25 дней, кажется, на то, чтобы разгрузить, а дальше отправляли. Если он не разгружался 25 дней, они его отправляли. Вот они все 25 дней стояли, потом губернатор заявил все равно, короче, ничего не будем, не будут они никуда уходить, будем все равно разгружать. Все жутко возмутились. И вот именно тогда, в конце митинга, они некие ударные отряды переодели в костюмы индейцев, разрисовали лица и двинулись уже нелегально там действовать. То есть, как бы митинг у них легально стоял, но так как правительство уже начало собственные законы тоже нарушать, они начали действовать нелегально. Лица они раскрасили, чтобы их не узнали потом, конечно, потому что они уже это уголовно наказуемое деяние пошли делать. А в индейцев это символизировало, что они, так сказать, за Америку, что они себя с Англией не отождествляют, а отождествляют себя с Америкой. Эту идеологию действительно уже по нелегальным каналам сепаратисты американские распространяли в 70-е полностью. И к этому склонялся уже и Франклин, и все остальные, что у нас тут свои интересы, и у нас в перспективе, может быть, будет другая страна. Про этот разговор уже был. Ну вот, одевшись индейцами, они проникли на корабли, солдаты ничего им там не сделали почему-то. В общем, перестрелки не было на этот раз. Но когда была предыдущая перестрелка, я рассказывал, там кончилось с тем, что солдат посадили, поэтому они, видимо, ничего не стали делать, не стали они стрелять. Вот эта вся группа, где-то от 30-130 человек, непонятно сколько, да, давно было, выбросила в воду 342 ящика чая. То есть весь груз из этих трех суден в результате продавать стало нечемо. Ну вот начался острый, значит, политический кризис. Лондон потребовал всех арестовать и всю организацию. Ну, примерно представляли, что там организация. Закрыть организацию полностью. Он не мог, так как ее поддерживали тут массово, значит. Потребовали все деньги изыскать, значит, через Бенджамина Франклина, который в целом связь держал с Англией. Вот они потребовали, чтобы весь уничтоженный чай должен быть оплачен, чтобы законы соблюдались. Бостонский порт объявили закрытым и другие всякие ограничения, значит, ввели. Ну, в ответ они продолжали бойкот чая как такового, кофе пили вместо чая. Ну и также, в общем, продолжали протесты, которые уже потихоньку переходили в столкновение с войсками. Это все уже начало американской революции, которая уже в следующих годах будет довольно подробно. Ну, вот это считается довольно знаковый такой момент в Америке. Надо сказать, что они потом налоги на чай сами-то ввели американцы, то есть они не против были налогов как таковых. Уже Вашингтон, самый первый президент, он ввел налог на чай там. То есть они были против того, чтобы их уводила Великобритания. Ну, в общем-то, считается все равно мирный протест. Некоторые действия Махатмы Ганди сравнивают с этим бостонским чаепитием. Там есть музей, памятники, и вот это событие они считают началом революции. Тем временем русско-турецкая война возобновилась. Почти весь 72-й год вели переговоры, на которых первоначально Россия требовала Крым и Румынию. Потом вмешалась Австрия. Австрия вмешалась и в польские дела, и в турецкие. Австрия угрожала, что она начнет войну с Россией. Поэтому Австрии так много заплатили в плане Польши. Австрия ничего не воевала, никакой Польши не участвовала, но Австрию отдали всю Галицию. Потому что она угрожала вступить в войну на стороне Польши и Турции. И вот Екатерина им дала Галицию, которая была в сфере влияния России на тот момент. Что касается Турции, то Екатерина согласилась не занимать Румынию. То есть Бухарест, территорию которой они уже контролировали, и Молдавию. Но категорически настаивала на Крыме. То есть Крым пошел под российский протекторат, потому что она и воевала, Екатерина, за выход в Черном море. Крым турки не подписали, несмотря на то, что Австрия, да. Австрия после того, как Австрии дали Галицию и пообещали, что не будут занимать Румынию, Австрия претензии сняла. Но турки все равно решили, что за Крым они еще повоюют и возобновили войну в 1973 году. В 1973 году война велась достаточно вяло. Первая армия должна была, в принципе, форсировать Дунай. Екатерина такую задачу поставила, но сил было недостаточно. Вторая армия просто прикрывала Крым и Азовское море. Потому что Крым уже ранее в 1971 году взяли, достаточно было его только оборонять. Суворов уже победил поляков, его перебросили на Турецкий фронт. В частности, Суворов 21 мая 1973 года взял крепость Туртукай, значит, турецкую. Что привело к тому, что все-таки в конце мая Дунай форсировали, пытались наступать на Селистрию в июне. Однако узнали, что туда идут турецкие подкрепления. Но победив в ряде там сражений, все равно 24 июня отступили. То есть было первое такое наступление за Дунай в 1973 году. Около месяца продолжалось, и, несмотря на победу, решили все-таки отойти и получше подготовиться. Турки пытались наступать тоже в свою очередь Дунай и форсировать, но были отбиты. И, наконец, в октябре, уже собрав войска, ослабив опять турков, Румянцев начал второе наступление за Дунай, в процессе которого они атаковали город Варну. Блокировали крепость Рущук. В общем-то, неплохо там пошумели, но, опять же, наступила зима, и они отошли на зимние квартиры. Таким образом, все военные действия 1973 года шли вокруг Дуная без особого продвижения. То есть не дали ни туркам наступать, совершили два крупных рейда за Дунай, но, опять же, опять отошли обратно. То есть на территории Болгарии военные действия шли, но без занятия крепостей, в которых могли бы русские остаться. В Средиземном море действия русского флота по-прежнему были успешные. В Патрасском заливе уничтожили турецкую эскадру. Была осада Бейрута, потому что было восстание в Сирии, и русские решили там помочь взять еще Бейрут, который они взяли. То есть поддерживали сирийское восстание арабов против турков. В 1973 году, 3 июня, турки попробовали высадить десант в Крыму и отбить Крым. Однако в Балаклавы первая победа русского флота на Черном море. Азовская флотилия разбила турок и превратила десант. Ну, в общем, таким образом, в 1973 году турки ничего не сделали. Крым не отбили, Дунай не форсировали флот, по-прежнему их били. На Средиземном море господствовала русская эскадра делала, что хотела, там арабам помогала. Но в то же время, вот эти вот планы Екатерины форсировать Дуна и взять Константинополь, он тоже провалится. На пике просвещения Папа Римский уничтожил орден езуитов. Но вот надо сказать, что шло все-таки волнами. Вот пик этого антиклирикализма был, это вот как раз вот в это время переживаем, конец 18 века. Потом, после того, как Наполеона разгромят, будет определенная реакция феодальная. Вот просто идет это все так вот потоками в Европе. Потом езуитов восстановят, будет Александр пытаться навязывать опять всю вот эту религию и так далее, я об этом поговорю. Но вот сам факт, что езуитов все-таки запретили в 70-е еще годы, свидетельствует о том, что опять же сильные были антиклирикальные строения, в том числе и среди аристократий. Так что Папа Римский решил даже не связываться с Португалией, Испанией и Францией, которые все протесты заявили против действия езуитов. Ну, езуиты, они же были наследники доминиканцев, то есть собаки господни, да, они везде представляли интересы католической церкви. Они интенсивно травили науку, так как считали, что вот от нее опасность. Езуиты, конечно, самые первые, кто против просветителей этих самых выступал, травил их энциклопедию и так далее. Они были достаточно богаты и они в сфере образования присутствовали. Вот против всего этого просветители выступали, и просветителям удалось эффективно натравить правительство и Португалии, и Испании, и Франции на езуитов. Французские суды выносили против них различные решения против езуитов. Мадам Пампадур активно против езуитов выступала. И, собственно, вот деятельность просветителей частично была связана с тем, что их поддерживали, собственно, власти Франции против церкви. И частично поэтому и у Дидро, и у Вольтера акцент ввел на антиклирикальную. То есть они акцентировали именно то, что церковь не нужна вообще, а езуиты в особенности. Это связано с тем, что французское светское правительство просто хотело конфисковать все имущество езуитов и добилось этого. А также оно хотело, чтобы езуиты ни в какие дела не лезли, чтобы все вопросы во Франции решало только король, только светское правительство Франции. А идеология, вот эта вся материалистическая Вольтера и Дидро, она подпирала вот эти вот интересы французского короля. В Португалии особенности. Сначала в Португалии длительно были вообще у власти просветители Памбали, которые запретили езуитов. Потом Португалия начала прям войну с езуитами в Парагвайе, о которой я рассказывал. Там за езуитов индейцы воевали, и там португальцы победили. Уже были запрещены езуиты в Португалии, и Португалия особенно наставила, чтобы их вообще во всем мире запретили. Ну так вот, 21 июля 1773 года Папа Римский официально упразднил ордены езуитов. Все их имущество подлежало конфискации в пользу светских властей. То есть вот это вот Франция добила, чтобы конфискуют все имущество езуитов. Это окончательно подорвало всех попытки сопротивляться там просвещению материализма и атуизму во Франции, потому что в основном езуиты и организовывали. В общем, это была крупная победа именно либералов европейских. В какой-то степени они сохранялись в Китае и в Индии, где они никому не мешали при всем при этом. Екатерина сохранила тоже езуитов, между прочим, на территориях бывшей Польши и Литвы, которую она получила по разделу речи Посполитов, потому что считала, что там больше некому просвещение организовывать. У нее кадров не было светских, поэтому она их, тем не менее, сохраняла, хотя их запретили. Ну и, в общем, 1814 год, когда пошла полностью клирикальная реакция в Европе, его восстановили. До реакции еще дойдем. Примерно до времен Французской революции сейчас будет полное поливение, и в особенности вот против церкви будет все больше настроено, и властей, и населений, и об этом я буду говорить, но потом какое-то время это откатится. Будет так вот волнами идти все эти революции до самой Первой мировой. Надо поговорить о более вере Гольдсмите, который в 1974 году умрет. Вот у него последние все произведения в это время. Это, значит, писатель, сын священника, он пытался стать врачом, не получилось. Долгое время был таким мошенником, фрилансером и так далее. Короче, тяжело жил. Работал целым помощником аптекаря, то есть у него было медицинское образование, но не законченное. И также он постоянно был о всяких долгах, занимался азартными играми и так далее. И поэтому он занялся как раз писаниной, это у него получалось. Написал сатирические очерки «Гражданин мира» или «Письма китайского философа» на такую распространенную ее тему в то время, что какой-то азиат, значит, приехал в Лондон и критически пишет об европейском обществе. Я уже много описывал таких произведений, вот они почему-то очень популярны были в XVIII веке. Практически все их писали. Вот Гольдсмит тоже в этой теме отметился и тоже прокатил. Стал популярным. Он входил в группировку Сэмюэл Джонсон, Эдмунд Берг, Джошуа Рейльниц. Такая была группа литературная, о которых еще, значит, возможно, расскажу. На пике всего этого, чтобы избавиться опять от долгов, он написал роман «Векфельский священник». Это наиболее его известный роман. Считается, что это начало сентиментализма. Он очень слезливый, потому что слезливое тоже прокатывало почему-то. О некоем таком вообще добром священнике, которого преследует местный помещик. Ну и вот все типично для сентиментализма и классицизма. То есть священник во всех обстоятельствах добрый, жутко страдает. То есть мы должны, так сказать, сочувствовать его страданиям. Помещик во всех обстоятельствах злой. И все это максимально возвышенными слезливыми словами описывается. Но вот тем не менее это повлияло, потому что даже были сериалы по этому поводу. Повлияло, потому что потом пошла волна как раз сентиментализма, романтизма. Рационалистическое все это направление времен классицизма, оно критиковалось. И вот сентименталисты, они в качестве важнейших таких, их предшественников, они называли именно Ричардсона с помилой и Голдсмита с этим вот священником. Сентиментальный роман. Но в то же время некоторые литературители отмечают, что там уж настолько все сахарно, настолько там уж все это самое патетически, что возможно Голдсмит смеется. Потому что Голдсмит скорее известен как сатирик. То есть предполагает, что это вообще-то сатира, то есть что он издевается на самом деле. Ну и, кстати, последнее его произведение, как раз в 1973 год, это «Фарс. Ночь ошибок». Оно было очень такое сатирическое, и в основном он был известен как сатирик. «Возмездие» тоже у него такая серия сатирических очерков. Ну вот, кратце, чем известен Оливер Голдсмит.